Картофель Двадцатый год так же закончился, как и предыдущий. Я хочу сказать, что мне всегда на такой вопрос говорят, как сравнить года. Из-за того, что я работаю всю жизнь в сельском хозяйстве, руководителем, директором, вырос в сельском хозяйстве. Дело в том, что в сельском хозяйстве они года все практически одинаковые. Для меня это в каком смысле? Это надо готовиться к любому году, это надо заранее все готовить, технику, быть готовым финансово, кадрово, со всех сторон. Поэтому двадцатый год, он прошел так же хорошо, так же мы работали, весь коллектив работал на урожайность. Ну вообще я хочу просто сказать, не то что двадцатый год, до двадцатого года мы последние семь лет, мы очень изменились техническое перевооружение всей техники, импортная техника, импортные культиваторы, все. И как бы там ни говорили, обработка почвы и все виды полевых работ очень изменились в качественную сторону. На полях у нас сейчас и в двадцатом году мы боремся за культуру, в основном, если раньше мы готовы были только сеять, обрабатывать ту культуру, которая там на полях, но не сильно обращали внимание там на дороге, лесополосы и все остальное. На последние пять лет культура земледелия очень выросла, потому что вы можете проехать и проедем по нашим полям. Мы готовы всегда, не только, как было при советской власти, комиссия едет и начинает косить траву и все остальное. У нас мы готовы в любой день, везде, края полей нет сорняков, везде продисковано, уже везде чисто. Мы купили грейдер свой, грейдер готовит дороги. У нас прекрасная дорога, я по полям езжу, сто километров в час, легко и все нормально. Поэтому культура сама земледелия и привела, допустим, как вы спрашиваете, 20-й год, весь коллектив. И за это время не только техника, но и сам коллектив вырос. Потому что работают на прекрасных тракторах джандир, там класс, комбайны класс. У нас прекрасное питание, мы одеваем своих рабочих в прекрасную одежду. Не просто там фуфайка, сапаи, а куртка, которая стоит около 4 тысяч. Это не каждый может поздаваться, в которой можно просто в город выходить. И весь коллектив оден бесплатно, кормим мы бесплатно, ужин бесплатно. Также у нас много сделано для того, чтобы есть склады, есть хороший учет по складам запчастей, есть запасы запчастей. У нас в районе 20 миллионов запасных частей, потому что и с импортной техникой, да, но и с нашей, не всегда вовремя ты можешь взять ту же запчасть. К чему я это говорю? 20-й год, вот и был как раз, может быть, наш результативный такой, что за эти годы, которые мы шили и работали, у нас наработалась и агротехника, и все отношения. У нас нет прогулок, у нас нет пьянок. У нас никогда за 17 лет не было дефицита кадров, никаких. В том году мы выросли 22 тысячи пшеницы. 22 тысячи тонн? Да, 22 тысячи, 50 тысяч тонн картофеля. Где-то, не ошибусь, где-то 18 или 19 тысяч тонн лука. Это, и я просто в общем, так же мы выращиваем горох, кукуруза для сего оборота, ячмень, подсолнечник. Подсолнечник занимает у нас малую площадь, потому что над землей нельзя издеваться. Это в районе 250-300 гектар. Обрабатываемая площадь в 2020 году была 8 тысяч гектар зимового. Да. Поэтому площадь не менялась ни в том году, ни в этом году. В том году там... Просто уход был очень засушливый. Вот многие пострадали, не добрали урожая. Вы как раз уводали то, что я хотел сказать. Вот как бы сказать, вот кто работает в сельском хозяйстве, я всю жизнь. Вот уже с 75-го года, это у меня в этом году, 45 лет стажа. Ого! 45 лет в сельском хозяйстве. И за 45 лет я ни разу не видел... Вот пускай мне кто-нибудь скажет, с такого же возраста, как я, что вот этот год был похож на этот, а этот был на этот. Лукаюты, зачем врать, лицемеры. Вот знаете, плохому хозяину всегда мешает дождь, засуха. Я пацаном бегал, была такая засуха. Я в гос и в трусах бегал, и были засухи. Я помню, вот такой слой 20 сантиметров пыли. Машины Силос тогда, по тем временам, Силос возили. Вот такой слой пыли. Были засухи, поливали, поливали. День и ночь. Поливалки работали, когда в сельском хозяйстве было, около 60 поливалок. Они день и ночь поливали. Да, говорили, засуху. Это 73-й год, 75-й, 76-й год были засухи. А дождей, что не было, я уже агрономом молодым работал. И до этого я в школе учился. Нас выгоняли переворачивать волки, может вы помните. Дожди такие были, что образно заливало все, и пропадала пшеница, и все остальное. Я к чему это говорю? Дело в том, что для меня ничего не меняется. Говорят, бурь не было. Как не были мы в детстве. В детстве вот идет эта буря, да, закручивает. И мы с моим другом Алексеем забегали в эту бурю, чтобы нас приподняло и бросило. Ну, пацаны, и соображали, и все остальное. И такие были пыльные бури, что мы смотрелись, и сдалека аж страх наводило. Все было, но почему говорят сейчас все, вот эти СМИ накручивают, там этого не было, того не было. Да, мусора столько не было, может быть. Не было мусора, пластика, вот этого не было. Ну, бури, дожди, грозы, все это было. Поэтому засухи для нашего хозяйства в том году не было. Вы не потеряли урожайность. Мы не потеряли урожайность. Если сравнить даже с 2019 годом, у нас было 20 тысяч зерна, в 2020 мы получили 22 тысячи зерна. Да, и для тех, у кого засуха была, у нас были поля в том году, слава Богу, да, которые дали 94 центера зектара. Ой-ой-ой. Как можно в засуху получить 94? 87 центеров было. И мы в среднем, в том году, в 2020, получили, у нас, если я не совру, было, отчитывались мы в 2019, 66 средняя урожайность. А в том году у нас 67 или 68 центеров зектара. Еще больше. Отличные результаты. По овощной группе тоже не было потери? По овощной группе, да. В 2019 году у нас было 54 тысячи, там, да, чуть-чуть меньше. Но мы финансово ни в чем не потеряли, наоборот, было все нормально. Если в 2019 году мы получили урожайность, ну, цена была и опускалась и до 9 рублей картофеля и так далее. В том году мы не опустились, ниже 12 мы не опускались, цена хоть такая, слава Богу, держалась. Поэтому в среднем, я могу сказать, и кукуруза, и всего, оно вот так получается в сельском хозяйстве. Если ты один год что-то получил больше, другой меньше, на следующий год ты этого получил больше. Так странно, не странно, но у меня в 2019 году мы убрали 100 тысяч продукции всей. И в 2020 году мы убрали 100 тысяч продукции всей. Поэтому, в принципе, повлияло, не повлияло. Я просто хотел бы сказать, да, сельское хозяйство, это надо заниматься, это быть рискованным, надо быть прагматиком, надо планировать, надо работать. И совет всем, кто хочет работать, надо обязательно составлять бизнес-план. Мы работаем по бизнес-плану. И совет, как бы такой, если он, конечно, потребуется кому, что тут греха таить? 50% наших производителей сельского хозяйства, да простят они мне, коллеги, они же врут, они скрывают урожайность, они уходят от налогов, они уходят от многих вещей, не понимая, я к чему это говорю, я никого не осуждаю, но они сами себя загоняют в угол. Когда ты врешь в бизнес-план, во-первых, бизнес-план, человек, который скрывает, уходит от налогов, он никогда не составит бизнес-план точный, по которому нужно работать. Никогда. Потому что он наврал там, наврал там, там урожайность попросили добавить, там убавить, и он, конце-то концов, сам запутался. И точных цифр нет. К чему это приводит? Человек, который не может спланировать, на будущий год, финансовое состояние своего предприятия, он может попасть просто передряд. Вот возьмем этот год. Тот год говорили, там засуха, не засуха, обыкновенный нормальный год, да, жаркий, там все остальное. Теперь этот год. Ну, к этому году мы подойдем. Да. Ну, если ты заканчиваешь, 20-е годы сработали наш коллектив, прекрасно. Прибыль увеличилась? Конечно, конечно. Можете сравнить с предыдущей? Да, ну, если, как, прибыль, если по запрошлому году у нас 145 миллионов было чисто, прибылью. Да. В этом году где-то 165, вот так вот, 170. Ну, она колеблется примерно, ну, тут от цены. Почему прибыль, сама прибыль, она идет процентом, если соотношение, она идет примерно одинаково. Но, нам же не дают развиваться. Многие мне спрашивают, а что там Юзефу, а кредитов сколько у него? Да, у меня кредиты есть. И я работаю в кредитах. Но не из-за того, что Юзефу работает или коллектив плохо, а из-за того, что, если я могу привести просто вот три цифры. В 2018 году мы на химию потратили 87 миллионов. В 2019 году мы потратили на химию 120 миллионов. В 2020 году мы потратили 137 миллионов. Не меняя площади и не меняя силу оборота. Если кто-то скажет, ну что-то у него увеличилось, там не увеличилось, не меняя. Силу оборота тот же, структура площадей та же, все абсолютно то же. А потому что химию подняли, запчастя подорожали, секретов нет. И вот это вот, как там говорят, что государство обращает внимание, или там наше правительство, там области, и все. Да никто ничего не обращает внимания. Если бы обращали, они бы понимали, что вот как я планирую в бизнес-плане, что я в этом году сокращу этот кредитный портфель, там, ну, образно, на 100 миллионов. А я его не могу сократить. Потому что я бьюсь за урожайность, бьюсь за то, все выходит прекрасно, но мы платим за химию больше, за запчасти больше, все дорожает, и никому до этого дела нет. Поэтому это не секрет. Многие мелкие фермеры вот просто выживают. У нас только одна статистика. Вот позвонили, алло, по полям сейчас никто не ездит, никто не проезжает, никому это ничего не надо, ни мистерству сельского хозяйства, ничего. Сейчас статистика, алло, сколько ты убрал, и все, сколько ты посел, и все. На этом вся заканчивается работа, все. Поэтому я бы это пожелание, чтобы действительно обратили внимание, почему не растет цена на сельхоз продукцию, сразу все начинают взрываться. Но почему же не обращают внимание, когда химия дорожает, и все остальное, как нам жить, как выживать. Это все люди, это затраты, и уже 15 рублей, это и руда. 20 рублей уже выходит, если и они нам образно, и дают 20, когда он 4 месяца продержал, и мало того, что еще берут, понижают, а он уже потратил денег, и что выходит зерно, они говорят, сельхозники заработали, да не заработали, ничего, они его продержали 5 месяцев, раза 2-3 перебросили, сколько электроэнергии ушло, уже 2 рубля налегло, и так далее, и тому подобное, поэтому вот тут как игра такая, ты попал или не попал, выиграл, не выиграл, и все остальное, поэтому 20-й год мы как бы, да, сдали по 15 рублей, но тут же только не успели сдать, оно по 18. Да, Николай Николаевич, если выделять овощное направление и зерновое, вот вы говорили как-то, что в иные годы вас выручает в большей мере пшеница, скажем, зерно, да, в иные годы вы выскакиваете за счет овощей, вот в прошлом году овощное направление, как оно выглядело, оно было более прибыльным по сравнению с зерновым или менее? Нет, в том году, конечно, зерновые дали прибыли больше. Больше, да, что из зерно, вот, пожалуйста, здесь все в оборот тут прибыли. Да, потому что картофель и лук это очень затратная часть, дело в том, что как многие делают, так, ага, картошкой занимаются, ну и прибыли нет, и начинают бросать картофель, да, чтобы мне бросить картофелем заниматься, вот многие там, вот, Нива, там, другие, они сейчас переходят на кукурузу, больше увеличивают кукурузу, да, сейчас. И я бы с удовольствием перешел на кукурузу, потому что это картофель, лук, это такой вот очень хлоп, на 300, вот на сегодняшний день в среднем 350 тысяч затрат на гектар. Ой, да, это и лук, и это точные цифры, если кто-то там, мне обидно бывает, когда человек не считает, бизнес-план не составляет, и там что-то выросло, говорят, а 150-170 тысяч, я вам ответственно говорю, 350 средняя цена затрат на гектар. А по сравнению с зерновым на пшеницу? Ну, конечно, это в разы дешевле. Там 1030, наверное. 30-50, по-разному во всех, это, опять же, кто экономит на гербицине, о чем же я сейчас и говорю. у вас еще и на поливе, может быть, пшеница. Да, это затратная часть, что по пшенице, что по картофелю, тоже разная, потому что они просто покупают семена мусора, это за 9-10 рублей, я покупаю семена по 39-40 рублей средняя цена, и тут себестоимость слаживается серьезно, поэтому мы бьемся за качество, но в общем, в общем, мы получаем вот такой урожай и как бы такую общую прибыль. То есть площади под культурами вы менять не будете, вот, вы не будете корректировку вводить в связи с ценовой политикой, в том числе государства, там, стремление регулировать цены, как-то влиять на них, там, плавающие, посленные, и прочее, не будете менять. Мы сейчас не меняем, просто, как бы сказать, мы почему гнались, покупали землю, почему брали кредиты, у нас и на сегодняшний день около шесть с половиной тысяч, это земля в собственности. Отлично. Да, потому что арендная земля, лично у меня нет желания улаживать в арендную землю бешеные деньги. Это миллионные затраты на удобрение и аренда это скользкая вещь, когда могут прийти хозяин. Нет, не существует такого догора аренды, это я ответственно зарегистрировал. Который гарантировал бы, что завтра придет хозяин с адвокатом и скажет, а просто, вот я лысый, да, и скажет, да ты мне не нравится, ты мало платишь, а вот Сидоров дает мне больше. Ну, просто такая игра. И он имеет право разорвать через суд этот долгосрочный долг аренды, любой. Поэтому мы немаловажно увеличиваем площадя. Но не так, как для наживы там и все остальное. Вот вы вопрос задали по севообороту. Дело в том, что картофель должен возвращаться на поле. Да. Это через 4-3 года. Если он возвращается через вот два, то через пять лет вы на этой земле картофеля уже не увидите. Урожай, понятно. Да, да вообще там просто его не будет. Он, столько будет там всяких болезней и все остальное. Поэтому мы и покупали землю, чтобы сохранить площадь картофельную и севооборот. И каждый год увеличивали дождевальные установки, чтобы поливная площадь увеличилась. Поэтому у нас сейчас 34 машины поливных. Там говорят там то, то у нас 34 машины поливных. И мы уже около трех тысяч у нас поливной земли с восьми. Да, это уже как бы хорошая площадь, где мы можем уже делать севооборот, чтобы картофель уже вернулся там после кукурузы, пшеницы, ороха и вернулся картофель. Но на сегодняшний день еще нужно, вот буквально недавно мы там решали, еще нужно как минимум под орошение ввести около 400-500 гектар. И на этом точка. но нам для севооборота еще нужно 450 гектар. И тогда мы не увеличивая площади картофеля, не увеличивая площади лука, это наработанный рынок, это наработанные наши клиенты. Ну как, взять даже с рынка, просто уйти, сейчас сказать, а вот картофель у меня, ну за мной тогда останутся клиентов 20, которые скажут, ты что творишь, они же тоже подписывают на сегодняшний день контракты, то-се, надеяться, и все остальное, поэтому мы стараемся сохранить, но та земля, которая у нас приходит, мы только увеличиваем пшеницу, клей, вот пшеницы, вы когда были, даже в том году у нас были совещания, то у нас было, допустим, 3 тысячи, в этом году пшеницы 4 тысячи 200 гектаров, половина площади, да, это приличная вот такая площадь, и как бы, но здесь рассчитано, не знаю, люди работают по-разному, да, конечно, я бы мог вместо гороха посеять подсолнечник, вместо кукурузы которые на Багаре дают 50-60 центров, и это хорошо, можно было посеять тоже подсолнечник, ну, погнаться за рублем, за финансами, все остальное, ни в коем случае и коллектив, и агрономы, я сам воспитан земле, которая нас кормит, относиться надо как к матери, поэтому не гнаться за рублем, мне наплевать, сколько дать кукуруза, но это прекрасно предшествие, мне наплевать, сколько дать горох, а может дать и убыток, но это единственное растение, которое напитывает азотом нашу почву и все остальное, поэтому тут не доигр, и мы все площадя, идет у нас северный оборот, поэтому мы работаем, весь коллектив, не только финансово-экономический бизнес-план, строго сам себя по рукам дает, положено запчастей столько-то, все, положено на фимию столько, все, положено столько, и я работаю строго, и сам себе говорю, только по бизнес-плану, и приходим к этому результату, что работать по бизнес-плану привыкли уже и наши специалисты, инженера, появляется ответственность, бесшабастность вот эта ушла, которая, а, что, давай, выкину, и так далее, и все остальное, поэтому мы работаем, что по северному обороту, составляется бизнес-план, конечно, огромное спасибо, я хочу сказать, пользуясь моментом, это Назаренко Ольги Говорины, агрессивный центр, да, да, которая действительно, она приехала, это ни в коем случае не я, и не наши эгономы, она приехала и сказала, Николай Николаевич, это еще года три или четыре назад, она говорит, разрешите работать на ваших полях, потому что, о чем я и говорю, зачастую нас просто обманывают, делал, не делал, солярки не хватило, удобрений не хватило, Ольга Григорьевна действительно достойный такой, я хочу сказать, я часто встречаюсь многими научными работниками приходится и за границей, немцы и все, но Оля Григорьевна действительно человек, который болеет душой о сельском хозяйстве, приятно с ней разговаривать, она меня понимает с полслова, и я ее понимаю, и она действительно сказала как-то раз прекрасную вещь, она говорит, я хочу у вас работать здесь и написать и защитить написать те же книги по земле, по обработке земли, чтобы вы и мы и вы все молодые агрономы учились на правдивых цифрах, а не те, за которые просто книги повыпускали и молодой человек молодой агроном учится и не понимает а как же так что-то не то тут написано и все остальное и вот за это я ее просто благодарен учусь но попутно она делает очень много она привозит свои там приборы влажности она единственное меня заставила не то что заставила а просто научно доказанно мы теперь проводим полностью обследование всей плодородия почвы всей площади нашей не представляете 8 тысяч да это немало денег я могу обзвучить это 500 тысяч миллион как часто это делаете раз в 5 лет мы делаем все и благодаря ей вот знаете вслепую нельзя работать с землей и благодаря ей мы видим что за нашу вот эту я же покупал где землю у фермеров которые обанкротились вот эти вот как бы ласты руководители которые нахапали земли я же у них брал покупал землю обедненную все с нее вытянули все так вот за эти воды вот мы сейчас только сделала Ольга молодцы у вас плодородие почвы увеличивается с каждым годом очень да и это вот самое главное это отношение к земле увеличивается плодородие почвы